Друзья, всем привет! Предлагаю вашему вниманию рейтинг городов ближайшего Подмосковья. Он был составлен на основе таких параметров, как стоимость жилья, транспортная инфраструктура, экология, социальная и коммерческая инфраструктура, плотность застройки, а также удаленность от центра Москвы. И поэтому специально для вас топ-9 локаций ближайшего Подмосковья, где стоит рассмотреть покупку недвижимости. Итак, поехали! Начинает наш рейтинг город Видное. Видное, высокая плотность застройки, плохая социальная инфраструктура, приличная удаленность от Москвы и низкая транспортная доступность. Располагают город Видное на 9 месте рейтинга. Здесь одна из самых низких цен на жилье, а также благоприятная экологическая обстановка. Спасибо Видновскому лесопарку за это. Восьмое место, и это город Люберцы. Здесь не самая благоприятная экологическая обстановка, отсутствие парков и лесных зон, но относительно невысокая стоимость жилья. Город достаточно удален от Москвы, но в целом здесь хорошая транспортная инфраструктура. Так как в непосредственной близости расположено множество станций метро, а также железнодорожная станция. Седьмое место, город Балашиха или Балашиха. Здесь самая низкая стоимость жилья из всех городов нашего рейтинга. Город удален от Москвы, и здесь не очень комфортная транспортная инфраструктура, которая не позволяет занять лидирующие позиции в рейтинге. Но при этом нельзя не отметить удовлетворительную плотность застройки, а также достаточное количество парков и лесных зон. Шестое место, и город, где могло быть все намного лучше. Это Красногорск. Как итог, высокая плотность застройки и как следствие, сложность с социальной инфраструктурой. Эти факторы отбросили город от лидеров нашего рейтинга. Зато какая природа и комфортная удаленность от Москвы. Пятое место, и самый удаленный город нашего рейтинга. Город Одинцова. Хорошая социальная и коммерческая инфраструктура, большое количество современного жилья, привлекательное место для загородной жизни. Но транспортная доступность и несовременность дорожной инфраструктуры вызывают вопросы, и поэтому только пятое место. Четвертое место, и самый дорогой город нашего рейтинга, это Риотов. Средняя стоимость квадратного метра почти 193 тысячи рублей. Но здесь, друзья, хорошая транспортная и социальная инфраструктура, а также умеренная плотность застройки. И что самое главное, Риотов самый близкий город к Москве, чем, собственно, и можно объяснить столь высокую стоимость жилья здесь. И открывая тройку лидеров нашего рейтинга, это город Долгопрудный. Аккуратный и компактный город. Близость к Москве, а также линии наземного метро центрального диаметра проходят через весь город, что позволило стать одним из лучших подмосковных городов по части транспортной инфраструктуры. Что касается стоимости жилья, то город Долгопрудный входит в тройку самых дорогих городов Подмосковья. Второе место – город Мытищи. Могу с уверенностью сказать, что это самый современный город Подмосковья. Комфортная удаленность от Москвы, умеренное стоимость жилья, хорошая транспортная инфраструктура и невысокая плотность застройки. И все это дополняется хорошей экологией и доступной социальной инфраструктурой. Город Мытищи – второе место. Итак, друзья, барабанная дробь и первое место – город Химки. Это один из самых сбалансированных городов по соотношению площади количества населения. Близость к Москве и умеренная плотность застройки. А также хорошая транспортная и социальная инфраструктура. По всем основным показателям нашего рейтинга город занял лидирующие позиции. И поэтому справедливое первое место – город Химки. Друзья, это был рейтинг городов ближайшего Подмосковья. Буду рад вашим комментариям. С вами был Александр Срачан. Всем добра. Пока. А это, кстати, мой друг. Вот. Помаши. Помогал мне сегодня записывать рейтинг городов Подмосковья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok